Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Что, урод, чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблемы у вас? Ты че, блин? Да нормально все, чуть-чуть. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Бабки верни! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого китняк – это бизнес. Умоляю, не дайте шанс после. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы – будем решать. Сегодня в программе. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. 50 тысяч родители дали. Ну давай их мне, я занесу их в приемную комиссию. Взятка что ли? Любимый, настоящий полковник умирает где-то на больничной койке в турецком городе. Он назвал 200 тысяч рублей. Я побежала в банк и взяла экспресс-кредит. Какие пожары в ноябре в Турции? Не смешно. Ну и что натворил этот товарищ девич? Хочу с ним по-мужски поговорить. Я все понял, я... Слышь, давай-ка, короче, сегодня без мордобоя, а? Да пошел ты в задницу, понял? Ты заварил эту шашу. И ты пошел в сосединить. Самая распространенная форма мошенничества – это обман на доверие. И чем быстрее мошенник вызовет у вас доверие, тем быстрее он вас обманет. И тут в ход идут разные инструменты. Он может предложить совместный бизнес, ну типа денег заработать. Может развести на любовные отношения. А может вызвать жалость или ложное чувство долга. Со мной связалась Елена. Знакомство с одним красивым и статным мужчиной закончилось не только психологической травмой для этой несчастной женщины, но и потерей крупной суммы денег. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте. Где можем поговорить? Идите. Можете пройти на ухо. Ну, рассказывайте, что у вас случилось? Может быть, чай или кофе? Нет, давайте лучше по делу. И, пожалуйста, не волнуйтесь. Я вижу, вы разволновались, что-то камерно пугались. Давайте потихоньку сейчас размотаем. У меня уже за 40, и до сих пор нет ни мужа, ни детей. Знакомство через интернет меня не привлекает, потому что там много мутных личностей. Есть такое, да? Знакомлюсь по старинке, на вечерах встреч. Но, как оказалось, это не гарантирует от того, чтобы во что-то вляпаться. Это правда. Со мной так и произошло. На одном вечере я познакомилась с мужчиной. По имени Константин. Ну, он сам ко мне подошел и наговорил много комплиментов. Мне очень польстило его внимание. О себе он рассказал, что он служит в МЧС в звании полковника. Неплохо так. Как развивались ваши отношения? Он очень галантно ухаживал. Приглашал в театры, в музеи. Не торопился с поцелуями, постелями. То есть влюбил себя тот жентельменский? Да. Скажите честно, влюбились в него. Есть такое, да. Можно сказать, что... Все, не волнуйтесь, давайте дальше. Через месяц после наших встреч и общения по телефону Константин сказал, что его вызывают в командировку служебную в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров. И он улетел. Но общение наше не прекратилось. Он продолжал звонить и присылал мне фотографии моря и красивых пейзажей турецких. Примерно через неделю после этого мне позвонил Анатолий. А что за Анатолий? Друг и сослуживец. Мы случайно познакомились, когда были в ресторане. И вот Анатолий мне сказал по телефону, что произошла трагедия. И Константин во время пожара сильно обожжен. И они находятся в больнице в городе Мляс. Константину нужна операция. Но, к сожалению, медики не торопятся с этой операцией, поскольку ждут подтверждения оплаты от страховой компании. И вот пока вот эти проволочки длятся... Ну, в общем, он попросил у вас денег, я правильно понимаю? Да, время идет, а Константин может умереть. И он очень убедительно мне все это эмоционально рассказывал, что я сама спросила, какая сумма нужна. И какая сумма? Он назвал 200 тысяч рублей. Конечно, я побежала в банк и взяла экспресс-кредит. Так. Деньги перечислил Анатолию на счет, который он мне продиктовал. Я попробую угадать, и после этого и Анатолий, и Константин просто пропали со связи, да? Это произошло не сразу. После перечисления моих денег Анатолий сказал, что операция прошла успешно, и Константин позвонит мне, как только придет в себя. Что и произошло. И мы три дня еще общались с Кустьей по телефону. И вот после... Потом, да, потом они оба пропали, и телефоны перестали отвечать. И в этот момент вы поняли, что Константин вас обманул, да? Нет, я подумала, что что-то случилось. Я заняла деньги у подруги, сто тысяч. И полетела в Турцию, в этот город Меляс. Но только там я узнала, что... Никакого пожара там не было уже давно, и МЧС российские не появлялись в этом городе. И вот тут-то я и поняла, что... Что меня обманули, и какая я легковерная идиотка. И вот теперь на мне висит долг перед подругой. Сто тысяч. Кредит банковский. С огромными процентами. Я не знаю, как из всего этого выпутаться. Вы можете мне помочь? Лен, я постараюсь помочь. Для начала нужно успокоиться. Ну, давайте порассуждаем. Значит, кроме телефонов вот этого Константина и Анатолия, у вас ничего нет. Вы паспорт этого Константина видели хоть раз? Я не видела паспорт. А дома у него были? Гости тоже он меня не приглашал. И даже фотографии я никакие не делала. Ну, давайте тогда остановимся на том, что есть. Значит, вы когда переводили деньги этому Анатолию, наверное, сохранилась смс-ка из банка о переводе. Вы можете сделать скриншот и отправить мне? Так отлично. Телефон Анатолия и Константина? Конечно. Так, ага, все, получил. И скриншот получил. Ничего больше на этого Константина нет? Про Константина я сказать больше не могу. Единственное, что я помню, когда мы познакомились с Анатолием в ресторане, он был со своей спутницей. И я сделала комплимент ее загару. Очень такому мягкому. Но что она ответила, что, ну, как директор туристической фермы, может мне организовать поездку со скидкой. И дала свою карточку. То есть она, вот эта подруга Анатолия, оказалась директором тура агентства? Да. И дала мне свою визитку. Карточка сохранилась? Да. А можно мне ее? Сейчас, я принесу. Какая женщина застенчивая, м? Вот, ее зовут Марина. Так, Марина Владимировна. Вы позвольте, я фотографию сделаю визитки. Конечно. Да, информации, конечно, немного. Но я за дело берусь, я постараюсь вам помочь. Мне нужно время. Спасибо, что выслушали меня. Пока не за что. Будут новости. Я смешусь. Провожайте нас. Спасибо. Так, сейчас отправлю Феликсу телефон этого Кости и Анатолия. И номер карты. Иллюзии я, конечно, не строю. Ну, мало ли, может, где-то засветились. Так, отправить. У меня сложилось абсолютно четкое понимание, что и Анатолий, и Константин работают вместе. Уж как-то очень удачно Анатолий подыграл Константину. И как-то очень вовремя вместе с Константином слился со связи. Так что пообщаться с его спутницей Мариной будет не лишним. Поехали. Ну, кого еще кидать-то? Ну, конечно, эту скромную, застенчивую, беззащитную женщину. Ну, разве она ответит? Это мы с вами, здравомыслящие люди, понимаем, что любая работа за рубежом, и неважно, это МЧС или вооруженные силы, все это делается при поддержке государства. И никаких проблем с больницами там быть не может. И не нужна никакая помощь извне. Это мы с вами знаем, здравомыслящая, но не влюбленная женщина. Со мной связалась Елена. Знакомство с одним красивым и статным мужчиной закончилось потерей крупной суммы денег. Он служит в МЧС в звании полковника. Константин сказал, что его вызывают в командировку служебную в Турцию. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Когда мы познакомились с Анатолием в ресторане, он был со своей спутницей. Вот эта подруга Анатолия оказалась директором туго-агентства. Да. Так что пообщаться с его спутницей Марины будет не лишней. Так, Феликс, СМС-ку прислал. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Телефоны оформлены на краденные паспорта. Так что шансов найти по номерам никаких. Ну что, может быть, получится пообщаться с этой Мариной Владимировной? Давайте без больших камер я возьму барсик. Паш, подстрахуй с телефоном. Здрасте. Простите, секундочку. Мне нужна Марина. Это вы? Да, я. Одну секунду не закончу. Конечно. По визе я вам все рассказала. Я жду от вас документы. В общем, хорошо? Спасибо большое. Всего хорошего. До встречи. Здрасте. Здрасте. Вот, Надя. А ты в Доминикане? В Доминикане? Да, актуально. А можно мне билетик в один конец на завтра? На одного человека? Куда? В Доминикану будет сложновато. Конечно. Сложновато. В Доминикану, да. Шучу. На самом деле, я к вам, Марина, по личным вопросам. Скажите, пожалуйста, по личному. Можете поговорить со мной? Да, давайте. Вам имена Константин и Анатолий ни о чем не говорят? Говорят. А ты что? Дело в том, давайте я представлюсь. Меня зовут Влад Чижов. Я снимаю на канале Че программу «Решало». И я помогаю одной женщине, Елене. И дело в том, что эти два красавца обманули ее на очень крупную сумму денег. У этой Елены оказалась ваша визитка. Да, я помню Елену Константина. Видела ее один раз. Они ее, значит, кинули. Меня они тоже хотели кинуть, но у них ничего не получилось. А можно поподробнее о деятельности этих двух красавцов? Да, с удовольствием, Ранс, расскажу. Эта история очень, весьма забавна. Я познакомилась с Анатолием на встречах за 40. Ну, знаете, я хожу туда не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы найти себе мужчину. Ну, так бывает. Замужем я уже была 4 раза, и мне достаточно, я туда не стремлюсь. Спасибо. Наигралась. А вот. И, знаете, мужчину обычно я больше двух встреч не терплю, а тут что-то подзадержался. Любовник он неплохой, честно вам скажу. Так тоже бывает. Да. Короче, этот Анатолий гнал мне, что он полковник МЧС. О, как? Познакомил меня со своим коллегой Константином, который был как раз с Еленой. В общем, звонит мне Анатолий и говорит о том, что им срочно нужно в Турцию ехать, пожары тушить. В ноябре мне, турагенту. Какие пожары в ноябре в Турции? Ну, смешно. Так. Ну, я еще подумала, что он слиться хочет. Ну, думаю, господи, найду следующего, ну, какие проблемы. Ну, и забыла про эту историю. Ну, тут звонит мне Константин. Так. Говорит о том, что якобы Анатолий попал в беду на этом пожаре, весь обгорел, нужна срочная операция, нужны деньги. О, как? Ну, это очень смешно. Это я чуть под стул вообще не свалилась от смеха. А я же замужем была за военную. У меня второй муж был военный. Я знаю, как у них в чрезвычайных происшествиях это все происходит. Ну, смешно же. Ну, естественно, я Константина послала куда подальше. Потому что, ну, история сама по себе уже понятна, что вранье полное. Ну, вот видите, вы раскусили этих умников, а Елену, к сожалению, не раскусила. Я вам больше скажу, я его раскусила уже через неделю после нашего знакомства. Просто не хотела бросать, потому что меня он более чем устраивал. Замуж я за него не собиралась. Ну, альбомник умников. А на чем он покоролся-то? Поехали, значит, мы в магазин за продуктами, выходили из магазина, и продукты в машину складывать его, в багажник. А там в багажнике спецовка. Я еще так запомнила, потому что это фирма по установке кондиционеров, и они мне постоянно как спам в почтовый ящик в подъезде бросают свои листовки. Я еще пошутила, что говорю, надо же. Полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. И как он провеагировал? Он, конечно, очень... Он стал отмазываться, что якобы это брата спецовка, что брат там работает, что машину якобы он у него берет. Ну, смешно. Понятно было, что он врет. Ну, поплыл, короче. Полностью. Абсолютно. А название точно запомнили? Плюс. Плюс. Точно, потому что она так часто попадается мне в почтовом ящике. Это, ну, аж набяще его, понимаете? Сейчас я отправлю название фирмы одному своему специалисту. Может быть, получится найти эту фирму и найти контакт. Плюс. Плюс. Да, точно помню. Ну, может быть, этот Анатолий или Константин там работают. Сто процентов я уверена, что он именно там работает. Еще один личный вопрос. Ну, раз вы все-таки общались с этим Анатолием, может быть, какая-то фотография сохранилась? Влад, вы сегодня весьма везучий. Серьезно? У вас есть целый дом? Нет, у меня есть фотография, но она, правда, не очень приличная, потому что я засняла его в постели. У нас просто с подружкой свои женские фишки, мы соревнуемся. Ну, так бывает. А можно глянуть? Сейчас, секундочку. Константин сказал, что его вызывают в командировку служения в Турцию. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин его во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Вам имена Константин и Анатолий ни о чем не говорят. Меня они тоже хотели окинуть, но у них ничего не получилось. Я его раскусила уже через неделю. Выходили из магазина и продукты в машину складывать его. А там в багажнике список. Полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. Может быть, какая-то фотография сохранится? Влад, вы сегодня весьма венучий. Сейчас, секундочку. Простите, ну вот. Ну, что сказать. Турство мне его мало волнует, а вот лицо видно хорошо. Марина, а вы не могли бы эту фотографию отправить мне на мессенджер? Запишите. Да не вопрос. Так, секунду. 6, 3, 7, 12. Все, есть. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, помогли. Сегодня у меня удачный день. А может быть, у меня появится время, и я куда-нибудь соберусь. А я с удовольствием предложу вам скидку. И я думаю, что вам лучше именно к нам прийти. Будет повод посоревноваться с подружками. Я вам лучше предложение пришлю. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Так, что-то там тренькало у меня. Ага, Феликс Наралконтакты, директора фирмы по установке кондиционеров. Семен Андреевич. Сейчас мы ему позвоним, попробуем договориться о встрече. Я слушаю. Семен Андреевич? Да. Здравствуйте, меня зовут Влад Чижов. Я на телевидении работаю. Хотел бы с вами договориться о встрече. Здравствуйте, Влад. Неожиданно. А что случилось? У меня программа о мошенниках на канале Че. В общем, разговор будет касаться одного вашего специалиста. Хотел бы обсудить. Ну, если вас, конечно, интересует репутация вашей компании. Так, вот это новость. Приезжайте тогда, я в офисе. По адресу 26. Буду здесь весь день. 26. Это минут 45-50. Примерно через столько я подъеду. Договорились. Все, до встречи. Поехали. Схема у этих настоящих полковников простая до безобразия. Но, кстати, рабочая. Шарахаются по всяким клубам для тех, кому за 40. Так, знакомятся с женщинами. Ну, кто хочет тихого семейного счастья. Красиво ухаживают. Влюбляют в себя. Ну, и берут их в оборот. Ну, а дальше? А дальше служебная командировка в Турцию. Мужественное тушение несуществующего пожара. И вот уже любимый, настоящий полковник умирает где-то на больничной койке в турецком городе. И спасти его, кстати, можно всего-навсего за 200 тысяч. И, как вы поняли, эти два молодца периодически меняются ролями. Ну, во-первых, для правдоподобности. А во-вторых, для того, чтобы не запалили. Но дьявол кроется в мелочах. В итоге один все-таки запалился на спецовке от фирмы по установке кондиционеров. Так что раскручивать эту преступную парочку будем через него. Я говорил этому Семену Андреевичу, что я работаю на телевидении. По-моему, да. Так что пойдем со всей индустрией. Здравствуйте. А я к Семену Андреевичу. Здравствуйте. Влад Чижов? Точно. Он вас ждет. Давайте я спорвожу. Семен Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам звонил. Вы уже снимаете сразу? Оперативно. Можем поговорить? Ну, давайте, присаживайтесь, пожалуйста. Я вас внимательно слушаю. Семен Андреевич. Разговор пойдет об одном персонаже, который, предположительно, у вас работает. Я вот все лишнее уже обрезан, оставил одно лицо. Вам знаком этот человек? Ну, точно не могу сказать. Что-то похожее. Может быть, сейчас, минуточку. Виолетта, зайди, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Посмотри, пожалуйста. Тебе знаком этот персонаж? Да, это Толя. У нас работает Толожкевич. Толя Толожкевич. А он работает с напарником. Нет у него такого напарника, Константин? Константина, я не знаю, где Саша был. Саша напарник? Спасибо. Занимайся давай своей работой. Спасибо. Ну и что натворил этот Толожкевич? Этот Анатолий Толожкевич вместе со своим другом Константином обманул очень скромную, доверчивую женщину на 200 тысяч рублей. Обманул и запалился. Ну, раз я здесь, значит, он запалился. А запалился по спецовке вашей фирменной. Вот такая вот история. Так, ну что, ну я могу, да-да. Вообще, что вы хотите? Если вы хотите возбудить уголовное дело, я могу предоставить вам полное досье на него, паспорт, да и данные семейное положение, зарплату. Все, потому что мне репутации моей фирмы это совершенно не нужно. Семен Андреевич, спасибо, конечно. Возможно, это личное дело ему пригодится для разговора. Если вам не сложно, вы потом сфотографируйте. Пришлите мне вот сюда вот, на мессенджер или на почту. Но я бы хотел, чтобы вы мне все-таки немножко подыграли. Хочу с ним по-мужски поговорить. Вы можете его прислать ко мне на квартиру, устанавливать кондиционер? В конкретную квартиру, в конкретную дату и в конкретное время. Пожалуйста, когда вам это удобно будет? Тогда минуточку. Сейчас я вам запишу. Давайте завтра к 13.00. Сможете? Естественно, все, он уже сегодня будет извещен, что завтра у него наряд на установку кондиционера по этому адресу. Спасибо большое. Только попрошу раньше времени о моем визите в вашу фирму никому не рассказывать. Хорошо? Хорошо. Давайте я вас провожу. Так, Виолетта. Да, Семенович. Значит, о том, что у нас был лад со съемочной группой, никто не должен знать на фирме. Это секрет. Поняла, да? Да, поняла. Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Миша, выйди на связь. Да, с ним, Влад. Миша, работаем в квартире на Гелировского. Принял. Ну, как-то так. Константин сказал, что его вызывают в командировку. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Я его раскусила уже через неделю. Выходили из магазина и продукты в машину складывать в него. А там в багажнике список. Полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. Он знает, кто этот человек? Да, это Толя. Сработает наш гейдж. А вы можете его прислать ко мне на квартиру, устанавливать кондиционер? Миша, работаем в квартире на Гелировского. Принял. Влад, выйди на связь. На связи. Видимо, Анатолий, он заходит в подъезд. Слушай, заждались уже. Встречаем. Пришел. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. 132-я квартира. Точно. Поступил в МИП-заказ на установку кондиционера. Сейчас нужно замерить их. Ну, замерить их, замерить, это без проблем. Что-то лицо у вас ваше мне больно знакомое. Проходите, будем мерить. Ребята, заходим. Вы Влад Чижов. Точно. Я знаю, я смотрю вашу программу. Мне очень нравится. Ну, вот ты окажешься сейчас героем моей программы. Ну, вот расскажи мне, пожалуйста, друг ты мой, как тебе в башку прилетела шальная мысль, тебе и твоему другу Костя, о том, что взять и несчастную девушку доверчиво обмануть на 200 косарей. Так она еще добрая душа, еще сотку потратила на то, чтобы в Турцию слетать. Так переживала за Костю, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, не понимаю. И я, наверное, пойду. Не-не-не, подожди, я еще не все, не закончил. Ну, вот объясни мне. Ну, вот как? Что, не жалко было девушку? Да, нет-нет, я все понял. Слышь, давай-ка, короче, сегодня без мордобоя, а? Не бей, не бей, я все расскажу. Я тебе сейчас объясню. Конечно, ты мне расскажешь. Я тебе сейчас ее по обмену рисую, чтобы тебе понятно было. Твой начальник, Семен Андреевич, прислал мне на тебя полное досье. Как ты работаешь, твои паспортные данные, место проживания, зарплата, твое семейное положение. Вы, наверное, с Костей думали, что вы эту бедную Лену несчастную разведете, и вас никто не найдет. У вас две липовых сим-карты, одна твоя, другая его. Карточка, куда тебе она деньги переводила, тоже на дропа. Но ты должен понимать, что ты звонил Лене с липового телефона, и она по твоей просьбе перевела деньги. Уголовные дела не возбуждают ввиду неустановленных лиц. А сейчас мы лицо установили. Я сейчас Лене звякнул. Она сюда приедет, понял меня? А до приезда к конвою мы тебя посторожили. Такой расклад тебя устроит. Давай их, дружок, ты не сдувайся. Давай-давай. Отвечать придется как минимум в половину. Вставай. Двести косарей. Двести косарей. Вы у него увели, и сто тысяч она потратила. Ты можешь сейчас загрузиться целиком. Отдай этой несчастной женщине триста штук и свободен. Ну, либо раздели нож с Костей пополам. Я... Я давно не видел его. Я... Да ладно тебе, не мельтеши, а? Ну, я взрослый дядь, а? Чего ты мне лапшу вешаешь на уши? Где вы обычно встречаетесь? Мы в кафе. В кафе обычно встречаемся. В общем так, звони. Вызывай его на встречу. Придумай сейчас повод какой-нибудь. И сделай так, чтобы он тебе поверил. И встречу назначишь вот прямо сейчас. В ближайшее время. Понял? В твоих интересах, чтобы он тебе поверил. Звони. Нагрузку поставь. Здорово, Костян. О, Толиан. Здорово. Слушай, встретиться нужно срочно. Дело есть. Но не по телефону разговор. А что хоть за тема-то? Расскажи. Реально бабло срубить можно. Приезжай на наше место. О, блин, ты загадочный чувак какой. Ну, дай время. Я хоть проснусь, морду вытру. Давай. Ну вот и славно. Ну вот и славно. А мы как раз за часок доберемся до кафе. Пойдем, я курочку накину и поедем. Садись, Костян, узнаешь сейчас расклад. Давай. Сейчас тебе подробно. Ты стол накрываешь, что ли? Ты борешься на твоих глазах. Ну, здорово, Костян. Зазнались ли тебе кто такой? Сейчас. Что за телевизор? Ты что я позвал, а? А-а-а. А-а-а. Боже мой. Что, подстал у меня, да? У них на меня весь расклад. Летим ты не будешь, а? Да пошел ты в задницу, понял? Ты заварил эту краску. Ты пошел со своим телевизором. А-а-а. Слышь, ты, придурок, расклад тебе сейчас будет очень простой. Или ты платишь 200 косарей, которые ты у Лены выманил, и 100 косарей, которые она потратила на поездку, чтобы тебя, дурака, спасать, переживала за тебя. Как вы там скооперируетесь, мне все равно. Но есть другой расклад. Ты сейчас со мной поедешь, и тогда ты заплатишь и эти деньги, которые я тебе сказал, и проценты, потому что Лена взяла деньги под процент в день. Понял меня? Понял. Ну, есть чего? Не мокать. Сотка, сотка есть. Ну вот и молодец. Вот сюда, суточку. Бегом, Толя. Молодец. Давай, готовь. 200 косарей вот на этот номер. Вот и умница. В общем так, настоящие полковники МЧС. Я вам кое-что скажу напоследок. Ты, хоть и маленький, но... Марина сказала, ты любовник хороший. Ну так и работай. Ублажай одиноких женщин. Ты в аферы-то зачем полез? Тебе зачем это надо? А? Нечего тебе там делать. А тебе я скажу так. Твое достоинство, видимо, не в штанах, а здесь, во рту. Поэтому будешь еще нести своим помилом, что девочки на тебя вешаться начнут. Я твоему помилу другое предназначение приготовлю. На дачу ко мне поедешь. Будешь языком сортир мне отнывать. Понял? Понял я. Не слышу. Понял я. Ладно. Делайте выводы. Да, Елена, говорите, вы на громкой связи. Здравствуйте, Влад. Я тут деньги получила. 300 тысяч. Я так поняла, вы нашли Константина? Да, нашли вашего Константина. И подельника его нашли, Анатолия. Так что после разговора деньги они вернули. Спасибо вам большое, Влад. Теперь я смогу с долгами расплатиться. Но правда не знаю, как людям-то доверять теперь. Ну как людям доверять? Елена, все очень просто. Доверять надо осторожно, осмотрительно. Надеюсь, вы сделали какие-то выводы из этой истории? Ну, конечно, сделала, Влад. Может, вы все-таки на чай зайдете? Я пироги испеку. Я ведь вас так и не поблагодарю. По поводу чая обещать ничего не могу, скажу так. Возможно, мы заедем к вам вместе со съемочной группой. Но когда, точно сказать не могу. Хорошо, буду ждать. Все, договорились. Удачи вам. До свидания. До свидания. Влюбленная женщина, ослепленная желанием тихого семейного счастья, отличная мишень для мошенника. Женщины, дорогие мои, ну остановитесь, снимите розовые очки, и вы увидите этот мир в реальных красках. Вот как-то так. Смотрите далее. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. 50 тысяч родителей дали. Ну, давай их мне, я занесу их в приемную комиссию. Взяткой вопросы не решишь. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. И вот такие вот халявщики – любимая тема для работы мошенников. Со мной связалась пенсионерка Наталья Леонидовна и рассказала очень слезливую историю про то, как хитрая мошенница кинула ее квартирантку Настю. Эта история растрогала только саму Наталью Леонидовну. Я-то на эту историю имею другую точку зрения. Я бы не поехал. Но из уважения к преклонным годам пенсионерки все-таки заеду. Видимо, кому-то нужно вправить мозги. Наталья Леонидовна Наталья Леонидовна Здравствуйте, Влад. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Мы вас ждем. Это хорошо, где можем поговорить. Проходите сюда. Ой, здравствуйте. А ты, значит, Настя, да? Ну да. А Влад? А я Влад. Нет, давайте с чайком повременим. Ну, рассказывайте, что у вас случилось. У тебя же беда какая-то стряслась. Давай, говори. Ой, я вот приехала с Пайкала. Хочу стать артистом. То есть прямо артисткой петь там или в кино сниматься? В кино хотела сниматься. Так, ну и что? Приехала поступать. Да. Получается, первый тур я не прошла. Провалила? Да. Я выхожу из этого вуза, думаю о том, что вот зачем я только сюда приехала. Присела там на эту лестницу. Так. Подходит ко мне какая-то женщина и говорит, это ты та девочка с экзамена? Ты что, не прошла, что ли? Я говорю, нет. Она говорит, как так? Наверное, в приемной комиссии ошиблись. Нельзя же такой редкий типаж упускать. А эта женщина кем представилась? Она там преподаватель или она кто? Она сказала, что стоит в комиссии экзаменатора. Говорит, ты можешь поступить на платное, если хочешь. Прямо вот сильно, если хочешь. Я говорю, ну я же из деревни приехала. Откуда у меня такие деньги будут? Так. Она мне говорит, а сколько у тебя их есть? Я говорю, 50 тысяч родители дали. Ну давай их мне. Я занесу их в приемную комиссию, знаю кому. Я устрою на бюджет тебя, помогу тебе. Взятка, что ли? Ну, получается так. Хотя она вроде говорила, договорится. Ты эти деньги и отдала, да? Ну, да. Что было дальше? Дальше было, она пришла через 15 минут после этого всего. Говорит то, что тебя устроили на бюджет, ты есть в списках теперь. Можешь не переживать, оставить сумки в общаге. И пропуск к началу года учебного будет готов. Угу, так. Ну, я поехала на родостях домой, то есть это на Байкал. Значит, я начинаю рассказывать, что вот поступила в ВУЗ, такая вот я крутая. Ну, все за меня порадовались, позавидовали мне. Приезжаю обратно в столицу, а мне вещи выставлены, обо мне никто знать не знает. И Светлана это пропадом пропала. А ты вот этой Светлане пробовала позвонить? Не пробовала. Я телефон даже не взяла. То есть ты отдала ей 50 тысяч и даже, ну, вернее, не взяла, да? Нет. Походу. Забылась в забвении. Вот это все. То есть ты решила дать взятку, чтобы пройти по головам других девчонок, ребят, и стать первой в очереди, и учиться на бюджете? Лат. Она мне сказала, что там вообще все блатные учатся. И ты решила, что это нормально, да? Ну, да. А после того, как ты узнала, что ты деньги отдала неизвестно кому, и тебя в списках нет, что ты стала делать дальше? После этого я просто села там на лавочку с вещами и начала плакать. Мне так было плохо. Успокойся. Лат, в этот момент я ее увидела. Смотрю, она плачет. Вся вот дрожит. Холодно же на улице. Я ее с ней поговорила, она мне рассказала все это, и я ее взяла к себе. Наталья Анина, то есть вы деньги с нее за кому-то не берете? А она что-то потом делает? Ну, помогает. В магазин сходит, посуду помоет, берет. А она работает где-нибудь? Нет. Влад, помогите, пожалуйста, мне. Наталья, я приехал, на самом деле, сюда исключительно из уважения к вашим годам. Конечно, я Насте помогу. Причем помогу я прямо сейчас. В общем, смотри, дорогая моя. Взяткой вопроса не решишь. С завтрашнего дня ты пойдешь и устроишься на работу. Прямо откроешь сайты бесплатных объявлений, где предлагают работу. Любую. Официанткой в ресторане, помощницей, посудомойкой. Поняла меня? А параллельно будешь ходить на курсы. Вокал, танцы, все то, что ты хотела. И вот только на следующий год сделаешь вторую попытку поступать в театральный. Поняла меня? Да. А как же от съемки, кастинги там? А вот так, никак. А кастинги, чтобы ты знала, все эти модельные агентства, 90% это все эскорт. Тебе это надо? Вообще нет. Вообще-то нет. Раз у тебя другие амбиции, значит, привыкай жить по-взроскому. По крайней мере, поймешь, каким трудом родители тебе отдали 50 тысяч. Так что, Наталья Леонидовна, я вас очень прошу. С сегодняшнего дня нужно брать за комнату деньги. Пусть чисто символически, тысяч пять-шесть. Но, по крайней мере, закрыть коммунальные услуги. Ну что, помог я вам, Наталья Леонидовна? Не ожидала я такого ответа. Ну да, помогли. Вот и проследите за тем, чтобы Настя побыстрее повзрослела и поняла, сколько стоят деньги. Успехов тебе в учебе и в работе. Большое спасибо. Звучит чай мы так и не попили. Давайте в следующий раз. Вот когда она артисткой станет, тогда и попьем чай. До свидания. Здравствуйте. До свидания. До свидания, Настя. Надеюсь, Настя не обидится. Она не обидится на меня, а сделает правильные выводы. Я хоть и разговаривал с ней строго, но по-отечески, не грубо, не с насмешкой. Ведь для того, чтобы добиться чего-то значимого в большом городе, нужно для начала поработать над собой, а уже потом добиваться признания. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok